приветствую всех на своем канале сегодня мы с вами посмотрим расклад который я назвала что вам необходимо для обретения целостности да то есть возможно не хватает каких-то качеств и возможно надо обратить на что-то внимание что я как-то неудобно сижу вот и это мы с вами сегодня посмотрим я напоминаю что в разделе сообщества я написала пост про годовые расклады да он еще пока действительно кто не в курсе зайдите пожалуйста на главную страницу моего канала выбираете play главу сообщества и там видите пост кто не знает как перейти на главную страницу под моим видео я не знаю если смотреть с компьютера с телефона мне кажется тоже так и но я уже не помню в любом случае под с левой стороны под каждым моим видео есть иконка с моей фотографии изображением и имя и фамилия до эленя монотяда вот туда нажимаете вас перебрасывает на главную страницу на главной странице будет несколько глав да то есть выбираете там где написано сообщество и нажимаете на нее и вас как раз таки переведет в этот раздел в котором есть разные посты и анонсы которые я пишу это для тех кто ну не не знаком с технологией да и не знает как найти этот раздел но иногда меня спрашивают опять же таки если вы не подписаны насколько я помню в youtube ну то есть не зарегистрированы скорее всего да то вам это может не отображать вот и хотя я уже про это говорила до проники то есть youtube изменил немножечко имена аватарок вот вы можете это исправить то есть чтобы было так как раньше отображалась ваше там имя фамилия либо аватар который вы себе выбираете потому что очень часто сейчас когда я читаю в комментариях я не понимаю от кого этот комментарий просто написано как пользователи дальше цифры и номера вот ну кому интересно кто хочет над этим заморочиться да то может изменить вот об этом я хотела сказать приходите на годовые расклады вот они еще действительны а мы с вами приступаем да да отодвигаем первая позиция номер один голубенький камешек смотрим что вам необходимо для обретения целостности какие качества возможно что какие-то идеи что вам необходимо для обретения целостности перерождение орган перерождение вам надо полностью изменить свое сознание свое мышление то есть так как вы мыслите сейчас ясное дело к целостности вы не придете да потому что если вы не получили до этого момента целостное значит показатель того что вы совершаете какие-то определенные действия которые не пускают вас к целостности для того чтобы изменить действие вам нужно изменить мышление да что именно вам нужно изменить в вашем сознании вообще-то как вы двигаетесь по жизни и ваше отношение к материальному аспекту то есть не только к финансам но и вообще к материк как таковой о чем здесь речь идет ну четверка педакли говорит о том что вы слишком привязываетесь возможно материи придается ей какую-то большую значимость до чем она имеет и вообще знаете больше уделяете внимание я бы сказала комфорту постоянству и удобству своей жизни то есть вам здесь хочется сказать что настолько вот вы выстраиваете свой уют свою обыденность бытовую жизнь под себя подстраиваете таким образом даже вот вам было в ней комфортно да чтобы было все понятно а все известно и было вот в этой известности присутствует стабильность а вам говорится о том что если вы хотите прийти к целостности вы должны выйти за рамки вот этой структуры в которой вы находитесь сейчас то что вы создали за рамки вот этого постоянства за рамки вот этой стабильности да то есть вы ее как бы то сказать вы создали в них в котором вам по сути комфортно и с одной точки зрения это может быть хорошо да потому что вы создали так вот под себя так как вам хорошо с другой стороны если мы говорим про целостность да то вот в этом комфорте в этом уюте есть недостающие звенья да то есть вот тот момент пошуту когда необходимо шагнуть в неизвестность принять вот эту вот неизвестность это здесь вот как-то знаете здесь все устаканившиеся в этом нету развития то есть для того чтобы вам прийти к целостность вам необходимо вот какой-то рост какие-то изменения то есть выйти за рамки того к чему вы привыкли а вы этого сейчас не хотите то есть потому что вам и так хорошо да у вас есть свое понимание того что есть материальный мир как все должно быть и здесь вот здесь такое знаете у меня ощущение по энергетике что возможно у вас был такой достаточно сложный путь жизни вот и вы как будто бы за многое очень боролись и сейчас когда достигли быть может того чего вы хотите материальном плане отказываться от этого не очень то и хочется да плюс ко всему присутствует некая такая усталость вот я всю жизнь боролась боролась теперь оставьте меня я буду жить как будто бы свое удовольствие вот так вот как я хочу и вот в этом состоянии вы сейчас пребываете и это состояние в чем его минус то есть для вас хорошо да с точки зрения того как вы все обустроили свой быт с точки зрения развития это не очень хорошо потому что нету какого-то обновления да то есть в структуре в системе все как бы так и так сказать все разложено по полочкам все понятно отсутствует вот это вот ощущение непредсказуемости вот ощущение непредсказуемости как раз kick pro состояние нашей души потому что когда все понятно все известно это как раз ки состояние нашего разума когда присутствует структура если его задача все структурировать все объясните разложить по полочкам да все ясно и понятно с точки зрения разума да вы достигли того чего вы хотите но с точки зрения души и вот этого вот развития и целостности о которой я говорю вы не можете прийти к этому потому что они не желаете шагать неизвестно не желаете как-то вот знаете вот как бы так сказать представьте картинку собаки до которая живет вот с хозяином в собственном доме но при этом есть какие-то вот эти заборы ограничения за пределы которого она не может выходить а если выходит то только на прогулку со своим хозяином на ошейнике то есть вот ощущение того что вот все запахи да вот в этом доме вот в этом дворе они уже собаки известны вот а для того чтобы было какое-то вот разнообразие этой собаки нужны новые запахи в принципе это одна из причин почему выгуливаем собак да то есть не только для того чтобы они справляли свою нужду а для того чтобы одни входили в коммуникацию с миром через обоняние для них это очень важно на самом деле вот и здесь примерно то же самое до комфортно да есть хозяин который позаботиться то есть ну что что еще собаки нужно по жизни да то есть еда есть забота есть любовь и что еще о чем она еще может мечтать но это все равно некая такая клетка это все равно некая такая тюрьма это ограничение вот здесь у вас идет об этом речь если какие-то качества помимо того что вам нужно изменить свое мышление выйти за пределы выйти за рамки отказаться здесь надо отказаться от многого вот как раз ки выпадает аркан шута который говорит что нужно какая-то бесшебашенность что ли риска не хватает то есть развитие там где есть риск да есть риск того что вы тратите то что на чем вы работали может быть ну много лет может быть всю свою жизнь может быть последний период есть вероятность того что вы это утратите но есть вероятности того что вместо этого возможно получите что-то другое здесь как будто бы идет ваше собственное ограничение остановка не желание дальше развиваться и вот вам здесь как будто бы надо для целостности понимаете это какой-то такой этап бесконечного познания себя то есть человек приходит к целостности когда он понимает свои какие-то теневые аспекты да то есть когда он узнает себя когда вы себя ограничиваете от взаимодействия там есть с другими людьми от взаимодействия с чем-то новым а то что будет вызывать у вас дискомфорт то есть вот через эту новизну вы не узнаете свои теневые аспекты те с которыми вы знакомы вы уже договариваетесь но вы не ограниченное количество да то есть вы многогранны всегда есть что-то чего вы себе не знаете и вот это вот новое то что вы не знаете о себе она появляется только тогда когда у вас происходит взаимодействие с внешним миром когда вы шагаете вот эту неизвестность по аркану шуту здесь не говорится о том что вы полностью разрушили свою вот эту вот стабильность нет здесь говорится о том чтобы вы впускали периодически хотя бы да если не дозированно то хотя бы периодически вот это вот неизведанное непонятное какую-то такую бездну через которую вы будете лучше себя узнавать чем лучше вы себя узнаете скорее всего не то что лучше а чем больше вы узнаете о себе тем шире становится ваше понятие восприятие мира потому что микрокосмос это вы до макрокосмос это то что вас окружает и познавая себя свои какие-то качества каким это образом познаем через взаимодействие с миром через взаимодействие с людьми мы каждый раз с чем-то новым да не тем что нам уже известно с чем-то новым мы расширяем свое сознание в то что вот в принципе вам и необходимо здесь нужно и развивать не только свой материальный мир да на котором вы вот больше делаете сейчас акцент но и что-то необходимо впустить такое новое через состояние вашей души вот от чего хочется сказать вам здесь нужно отказаться вот аркан справедливости он как раз таки говорит о том что вот вам нужно отказаться от оценочности на данный момент то есть аркан справедливости говорит о причинно-следственных связях да то есть вот вам нужно отказаться от того восприятия мира вот прям знаете стопроцентная оценочность этого мира это не говорит о том что как бы так здесь объяснить что вы полностью откажетесь потому что так работает наш мозг да он все разделяет он все структурирует и все оценивает здесь когда я говорю отказаться от оценочности здесь нужно научиться смотреть скорее всего на ситуацию не только с точки зрения хорошо или плохо до в двух полюсах а уметь соединять эти полюса и рассматривать еще дополнительные какие-то точки зрения вот это вот вам поможет как раз и переродиться в вашем сознании то есть смотреть на мир сферично не в двух плоскостях до плюс и минус более масштабно и более сферично что мир это не только активность и пассивность да это есть еще и третья сила которая это уравновешивает вот очень часто в духовных практиках про это говорит войти в состояние наблюдателя либо посмотреть на себя со стороны вот вам нужно вот эту вот модель в себе развивать и стараться не не оценивать мир вообще не входить в оценочную позицию вот здесь про это это вот вам поможет как раз к прийти к целостность тогда вы будете смотреть более масштабно на мир да и вот как раз к их аркан умеренности здесь и говорит о том что вам нужно войти вот эту вот третью силу до уравновешивающую два полюса то есть не быть то есть либо только духовное либо только материальное да научиться уравновешивать эти две силы и вот то что я сказала ранее входить вот эту позицию больше наблюдателя где вам знаете не придавать столько значения и важности тем ситуациям которые происходят вне вас о чем я о том что любая ситуация с которой вы сталкиваетесь вы для того чтобы дать ей какую-то оценку как хорошо либо плохо вы придаете ей важность вот здесь вот необходимо снизить градус важности то есть если мы реагируем на что-то очень позитивно мы говорим что же мы придаем очень важное значение да поэтому наша реакция на такая позитивно слишком эмоционально если мы говорим о том что на что-то цепляет чему-то мы не удовлетворены мы также придаем важность этой ситуации тоже здесь по нам было неважно мы бы просто ее игнорировали мимо проходили любая реакция очень ярко окрашенная она как раз таки говорит о важности которые вы придаете здесь вам нужно научиться быть более в нейтральной позиции и вот в этой нейтральности да вы сможете как раз таки прийти к целостности почему потому что именно в нейтральности вы можете смотреть на ситуацию сферично то есть если вы смотрите на ситуацию и придаете ей а важность в позитиве да вы уходите в одну сторону в дальнейшем силы равновесия они вас по органу справедливости они вас выровняют негатив и будете где-то будет какая-то ситуация на которую будете реагировать негативно она вас будет цеплять негативном ключе да то есть это могут быть переживания это могут быть какое-то несогласие неудовлетворение раздражение и так далее это уже другая противоположность да и вы смотрится на ситуацию уже в другом ключе в негативно а для того чтобы понять суть ситуации да вам нужно быть нейтральным чтобы быть нейтральным состоянием вам нужно снять градус важности да то есть в некой степени немножечко обесценивать ту ситуацию которая происходит это вот эта точка зрения она поможет вам вырасти в вашем сознании здесь произойдет как раз и перерождение которое поможет вам прийти к целостности ну по крайней мере на данный момент такую информацию мне дали карты вот об этом здесь идет речь перерождение так это у нас с вами была первая позиция мы переходим позиции номер два двоечки кто не слушал вступление я говорила что я идет еще запись на годовые расклады информация об этом есть на главной странице моего канала в разделе сообщества найдите пост где я пишу про годовые расклады и приходится записывайтесь итак смотрим двоечки что же вам необходимо для обретения целостности в данном случае целостности вас как личности то есть и души и разума пятерка кубков так о чем у нас здесь говорят разочарование огорчение здесь речь идет о каких-то расстройствах переживаниях которые не придали вам не дали вам скорее всего того результата который вы хотели получить то есть данном случае есть некие ожидания у вас от жизни в которых вы хотели бы стать победителя победителем в данном случае по шестерке жезлов это когда вы становитесь знаете входит в состоянии удовлетворения то есть вот я добился того чего я хотел я реализовал те желания либо те амбиции которые я хотела я ощущаю себя на коне то есть есть вот это вот удовлетворение а у вас на данный момент этого удовлетворения нет есть очень много огорчений и разочарований от того что не получилось давайте скажем более проще то что вы загадываете да и в данный случай я говорю в общем я не говорю а сейчас только конкрете конкретном моменте которым проживаете а мы же говорим в общем что нам не хватает для целостности так вот вам для целостности не хватает первый момент это перестать разочаровываться для того чтобы не разочаровываться нам не нужно включать очарование чем-либо да то есть вот это вот ожидание представление как она будет здесь скорее всего вам необходимо вставать такое знаете вот позицию возможно выбрать для себя девиз что пусть будет все как и должно быть но во благо мне и окружающему миру то есть если там во благо например что-то потерять да то я готов это принять почему потому что для того чтобы получить что-то на что необходимо мне во благо быть может и частенько такое бывает надо что-то утратить надо что-то убрать из своей жизни очиститься от чего-то а когда мы настроены на только на самое такое позитивное самое хорошее что мы это будем получать а этого не случается мы начинаем разочаровываться но при этом мы не осознаем что и как говорится нет худа без добра да то есть вам нужно научиться и в негативных моментах видеть что-то позитивное для этого для чего для того чтобы не разочаровываться по пятерке кубков для того чтобы и не сокрушаться о том что вы не получили то что вы хотели с одной стороны с другой стороны когда вы ставите себе какую-то цель того что вы хотите иметь получить стать неважно вам нужно настроиться на конечную цель то есть что вот я хочу и дальше отпустить этот процесс то есть как будто вы знаете не подсказывать вселенной в каком формате вы хотите это приобрести и просто быть вот в состоянии скажем так ожидания но с открытыми глазами да вот что мне принесет где эта подсказка да то есть я открыт я готов получить то что мне необходимо здесь очень много каких-то таких возможно установок есть формате того как я должен получить то что я хочу как возможно я приду шестерки у нас говорят про равновесие как я могу прийти вот к этому равновесию от удовлетворения достигнутого то есть здесь возможно вашей голове необходимо пересмотреть убеждения да именно формата того каким образом я это хочу получить да то есть возможно там я не знаю а есть у кого-то цель привести свое тело в порядок да и быть в состоянии здравия да но при этом есть какое-то допустим представление да о том что вот это должно быть вот именно вот таким образом а возможно вам этот образ он не подходит ну вот как с диетами да есть там разные диеты есть интервальное голодание есть кето а вам это вот и вы себе говорите вот на кето люди похудели либо на интервальном голодание и я хочу тогда и вот вы представляете что это вот как будто бы единственный способ и а вам вселенная говорит что нет в вашем случае возможно не подходит не то и другое но вы об этом может быть и не знаете и вы сможете получить то что вы хотите но каким-то возможно другим способом да может быть более там я не знаю инноваторским каким-то даже инновационным чем-то таким новым может быть нетрадиционным ну то есть способов достаточно много а вот вы почему-то ограничиваете себя в достижении того что я хочу именно таким способом это приводит вам вас к разочарованию и вот для целостности вам говорят о том что не нужно как-то вот огорчаться сокрушаться по поводу того что уходит здесь необходимо научиться быть вот как-то знаете в потоке такое ощущение что вы мне знаю может быть своей голове то как будто бы большее время своей жизни вы проводите в прошлом то есть только было когда-то хорошо либо то что уже утрачено либо то что я не получу то есть вот очень много энергии уходит вот куда-то в прошлое а вам необходимо здесь вот как будто бы больше уверенности и позитива в том что вы уже имеете сейчас то есть вам здесь вопрос еще и принятие тот же про то что то что вы имеете сейчас на данный момент вам нужно ну принимать то есть даже если это что-то негативное мы это принимаем допустим недостаток финансов мы это принимаем но это не говорит о том что вы не можете мечтать о большем заработке да либо вам запрещается как-то там не знаю мечтать фантазировать представлять нет но первично нужно принять что да на данный момент я не зарабатываю столько сколько я хочу но это бы является способом допустим моего развития то есть благодаря вот этому недостатку да я что-то буду делать и каким-то образом благодаря новым действиям да я буду меняться и помимо финансов я получу какие-то изменения в своем характере может быть до своих каких-то качеств то есть вот вам нужно с одной стороны как-то себя не ограничивать да вот именно конкретно то что вы хотите с другой стороны вам нужно принимать уже то что вы имеете но принимает не в плане того что да я говорю на словах что я благодарен и все такое а в душе то у меня идет вот эта вот внутренняя борьба причем на эмоциональном плане потому что пятерка кубков горит о нету неудовлетворения на эмоциональном плане то есть я не целостям в плане эмоций вот мне чего-то не хватает какая-то моя потребность да она не покрывается вот вам не нужно копнуть глубоко и увидеть что эта потребность она уже покрывается и вам очень важно увидеть каким образом она покрывается когда вы это заметите внутри себя да что на самом деле то что я считаю что мне не хватает а в плане эмоций на самом деле это у меня есть просто я на это не обращала внимание и вот из этой позиции да когда вы даете себе установку замечать что у меня уже это есть мозг будет находить подтверждение вот этой вашей внутренней установки и это будет как раз ки не то состояние на словах что да я благодарен спасибо что у меня есть а это вот более глубокое такое внутреннее состояние то есть не только на уровне головы да на уровне интеллекта но и намного глубже вот вам нужно найти что то что вы считаете в данном случае подвы я подразумеваю ваша эго ваш ум на то что считает что ему что-то не хватает то есть он по сути разделяет что меня этого нету и когда он разделяет себя от желаемого да он что говорит у меня этого нету да мне недостаточно тем самым он манифицирует во вселенную что у меня это нет и вселенная понимает буквально это говорит таки я тебе это не даю а вам нужно показать что у меня это уже есть но здесь фишка такая уловка ума заключается в том что себя-то вы не можете обмануть вы не можете сказать что что у меня это есть если у меня нету того что я желаю к примеру любви давайте скажем так чтобы было понятно вы не можете себе сказать туда у меня есть любовь а я ее в принципе не не ощущаю здесь вот задача каждый день вам находить вот это вот в каких моментах у меня есть эта любовь да это любовь может быть другого человека ко мне это может быть мои детей это может быть моя любовь по отношению кому-то к природе к животным не важно чем чаще вы будете себе самому показывать что у вас уже есть эта любовь что это ошибочное восприятие нашего разума говорящие о том что нету что есть разделение об меня от любви к другому человеку либо к чему тогда к миру очень больше вы будете себе показывать что у вас это уже есть тем больше вы будете на этом акцент делать а когда мы делаем акцент на чем-то мы направляем туда внимание где наше внимание там и результат и вы это получите вот то что вы желаете здесь вот про это но если обобщите сказать что он не хватает для целостности вам не хватает я бы сказала вот это вот эмоционального состояния что я на коне что у меня все хорошо то что вы не ощущаете это причина того что вы не ощущаете что у вас все хорошо это то что вы больше замечаете негатива нежели позитива это если вкратце и здесь вам подсказка того что вам нужно замечать больше позитива но кто-то может сказать а как я его буду замечать если у меня этого нету вот для этого мы как раз таки включаем свою осознанность да вот виде практики то что я уже сказал невозможно сказать что у человека нету вот в данном случае по эмоции до пятерку кубков говорит про эмоциональный фон что у вас нету того что хотите велика вероятность что вы просто фокусируетесь как раз таки на недостатке и мозг вам это показывает вам нужно сменить фокус внимание переключить на то что вы хотите и замечать это потому что у нас у всех есть уже то что нам необходимо нужно только своим ум настроить на на эти частоты вот как-то слишком философски получилось но здесь об этом речь идет так это была у нас вторая позиция мы переходим с вами к третьей позиции троечки троечки приветствую вас как говорила и предыдущих позиций да идет акция на годовые расклады да еще успеваете записаться и если кто-то хотел но не приобрел вся информация есть в разделе сообщества на главной странице моего канала итак смотрим вас на троечки что вам необходимо для обретения целостности паш пиндакли о чем нам здесь говорит паш пиндакли королева пиндакли здесь интересно здесь смотрите для кого-то может быть не хватает именно как этот ребенка да ну вот что-то язык путается материнские какие-то инстинкты да то есть здесь не хватает для кого-то возможно хочет сказать приобретение ребенка не знаю почему идет приобретение а не рождение да то есть для кого-то вопрос детей очень актуально для кого-то здесь может быть вопрос как раз таки связанные с финансами для 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 полный до ощущение целостности для приобретения некой такой стабильности для третьей категории людей здесь может быть не хватать именно ощущение понимания себя да что я значимый и что я важный человек да то есть вот именно приобретение ценности себя то здесь человек как будто бы не совсем понимает боже мой сколько вот я говорю об одном они столько информации здесь показывают и сценариев сразу одновременно про то как вы сами себя обесцениваете про то как а есть какая-то вот жалость к себе вина к себе где у вас идут вот эти вот разрушительные какие-то моменты по отношению самого себя да то есть самообичевание то есть вот какие-то такие моменты и до тех пор пока вы их не разберете я не хочу говорить про работаешь я хочу понять рассказать пока вы не поймете откуда здесь причина в чем здесь причина вот это вот состояние обесценивание себя исходя из этого у нас выходит вот это вот чувство вины саморазрушение самоедство наказание себя то есть здесь вот эти вот негативные аспекты необходимо понять откуда они берут свой корень да в чем причина вот этого очень глубокого состояния которое вы проживаете что еще здесь можно сказать для кого-то здесь необходимо какое-то обучение пройти на которое поможет вам получить какую-то уверенность и стабильность материальном плане да то есть вот здесь какие-то начинания может быть чем связано это обучение то есть то что вам нужно нужно в новость здесь еще не определились да то есть двойка жезлов говорит о том что здесь как будто бы нет еще определения в каком направлении идти и исходя из этого здесь тоже могут быть еще сомнения кстати сомнения вот по поводу дальнейшего пути связано с тем что здесь у вас четко не определена цель цель того чего вы хотели бы либо чтобы вы хотели иметь либо кем бы вы хотели стать вот для себя то есть до тех пор пока не определена цель нету вот этой четкости ясности конкретики вы будете сомневаться и не будете знать что вам делать да вот эта вот неуверенность у вас будет присутствовать кстати неуверенность она ведь тоже связана с обесцениванием себя то есть не понимание своих способностей непонимание также своих навыков да то есть кто я есть на что я могу опираться на основе чего я могу двигаться дальше здесь вот такие вопросы на самом деле я могу сказать что здесь вот такая хорошая работа с психологом возможно кому-то будет полезно и почему я говорю именно с психолога потому что моменты которые нужно здесь проработать они как будто бы знаете не разовые здесь какой-то долгосрочный опыт был вашей жизни и вы уже настолько привыкли к этой модели до действия ну по своего собственного поведения что здесь за один раз сказать что вот я вам покажу а потом собой поработали у вас все это пройдет не получится здесь как будто бы настолько многослойная слой за слоем то есть одна модель поведения остановится на другой а та имеет причину еще ниже уровень то есть вам нужно с каким-то человеком но если не с психологом дату с каким-то экспертом который периодически бы вас хочу сказать выворачивала наизнанку их показывал вам то что есть внутри вас вот этот вот корень ощущение того что корень один а вот витки разветвления они разные получается какой-то кустарник и нету смысла срезать какую-то ветку на этом кустарнике да здесь нужно полностью вытащить корень который вот при своем росте да он как-то вот размножается и разветвляется и это все является причиной того что вот вы не получаете не приходите к той целостности не можете ее обрести обрести и я часто говорю здесь вот именно про неуверенность про сомнения что мне делать куда мне пойти как мне принять правильное решение здесь перфекционизм может но это вот все она имеет один какой-то общий корень не то что не совсем вы понимаете себя кто вы есть это если копнуть намного глубже хорошо что еще мешает обрецению целостности ну вот ту спиндаклей то есть если копать вглубь и да то вот как раз таки это про может быть про шанс про возможность если мы говорим во внешнем мире да вот это вот все увидеть здесь такое знаете чувство у вас может быть он подкидывает такую мысль о том что вот ей если мне был дан какой-то шанс у каждого он свой какой-то конкретный то тогда бы я смог раскрыться здесь вот ощущение того но на самом деле раскрыться не получится даже если вы получите этот шанс потому что этого раскрытия нету внутри вас то есть первично должно произойти раскрытие а потом придет этот шанс и возможность здесь вы ну то есть элементарно для кого-то если мы говорим по ту же пиндакли вопросы счастья могут быть до стоять то есть медля целостности не хватает вот именно краски ощущения себя счастливым человеком и здесь я могу сказать что а как вы можете стать счастливым человеком если у вас нет этого примера вам нужно выйти за рамки того как вы живете за рамки той модели поведения который у вас есть сейчас для того чтобы вы заметили вот этот вот шанс вот это счастье дело в том что когда мы движемся по жизни у нас у всех есть определенный опыт есть определенные установки и наш ум он не может построить ничего нового единственное что может сделать как конструктор он может разрушить домик созданный из кубиков и создать его заново почему потому что вот эти вот кубики это является наш опыт мозг как таковой он не способен к творчеству он не способен придумывать и вот за придумывание да у нас отвечает душа и здесь то есть вот в не то что находится вне рамок на наше бессознательное здесь все арканы нам говорят о том что у вас ваше видение на данный момент она опирается исключительно на ваш ум где-то в глубоко внутри себя вы ощущаете что есть ответ на ваш вопрос где-то глубоко в душе вы это ощущаете но щупать еще не можете и вот для того чтобы что-то новое появилось вашей жизни вы должны больше прислушиваться к своей возможной интуиции к иррациональному не к рациональному на что вы опираете а к иррациональному моменту вашей жизни то есть вот к бессознательному вам нужно прислушиваться она поможет вам родить что-то новое потому что он вам не даст родить что-то новое он может что-то обновить на может произойти какая-то реконструкция реанимации чего-либо да но новое что-то построить умнику не дано то что новое он строит он все равно будет это как знаете от переменами слагаемых сумма не изменяется вот здесь вот про это речь идет и вам вот для целостности вам не хватает больше какого-то такого иррационального момента то здесь очень много ума в вашей голове очень много каких-то установок очень много структурности то есть здесь пояснение любых ситуаций исходя из причинно-следственных связей то есть даже нету какое-то такого пространства где вы могли бы допустить да что может быть какой-то счастливый случай может быть какая-то я не знаю какой-то момент иррациональный вы его даже не замечаете то есть вот здесь вот настолько все логично вот и хочется сказать поработайте со своим умом да со своими установками на самом деле вот то здесь вот это мешает так это у меня была третья позиция я благодарю всех за внимание пишите свои комментарии а я прощаюсь с вами до новых раскладов всем пока пока